Севастополь Как вы туда попали? Дина? Я учусь в Ульянском государственном аграрном университете им. Петра Аркадьевича Столыпина. В 2018 году в марте месяце прошел конкурс МИС УЛГАУ 2018. Там и началась вот эта вот история, после чего у нас прошел региональный этап конкурса МИС и Мистер студенчества России 2018. Там прошел кассинг со федеральной дирекцией и после этого мы попали на этот конкурс. Молодому человеку повезло больше. Он стал вторым вице-мистером в своем ВУЗе, а дальше самостоятельно отправил документы в дирекцию всероссийского конкурса для рассмотрения своей кандидатуры. И прошел. Вы знаете, я хотел очень-то попасть, а потом, когда сказали, что я участвую и нужно начинать готовиться, я немного расслабился почему-то. И летом больше отдыхал, нежели готовился к конкурсу. И начал подготовку только в сентябре, то есть только за месяц. Я считаю, что, ну, нет смысла два месяца как-то очень сильно переживать и нервничать, когда тебе нужно снять визитку на 30 секунд и сделать творческий номер. Мозг, вот когда работает в критическом состоянии в последние моменты, мне кажется, он придумывает намного лучше, чем когда ты долго одно и то же мусолишь. Но это было... Ну, я очень сильно расслабился, если честно. И опомнился только сентября, наверное, 7-го. Но визитка классная потом, из-за этого получилось, да? Когда до отъезда, да. Визитку просто сняли с девочкой, наверное, минут за 10. И когда я приехал уже в Севастополь, показал ее журья, они сказали, что это одно из лучших визиток, которые они видели из мальчиков. И мораль такова, что нужно отнестись серьезно, но сильно нельзя перенапрягаться. Дина же, наоборот, готовилась тщательно все лето. В Севастополе наших студентов ждала насыщенная неделя. 7 дней участники проходили различные этапы конкурса. Сдача норм ГТО, творческий конкурс, интеллектуальный тур, фотосессия в студенческом стиле и представление своей профессии. У меня был вокальный номер. Какая песня? Была английская песня «Lash Out». Вообще все пошло с того, что в нашем университете есть вокальная группа. И как бы вот я там состою и не представляю ничего, кроме пения. И вся жизнь моя состоит как раз вот. Вокал, вокал, вокал. Ну, реакция зала понравилась песня? Вообще, очень интересный был зал. То есть, они поддерживали очень мощную группу поддержки. У нас была с города Севастополя, которую хочется отдельно отметить. Спасибо, ребята. На финальном этапе участникам предстояло последнее испытание. Предстать перед зрителями и жюри в трех образах. Национальный костюм, олицетворяющий домашний регион, студенческий стиль, в котором должна угадываться профессия и выход в вечерних платьях. Вот расскажи подробнее, как ты представил свою профессию? Мне очень интересно. В общем, было, но всего 20 секунд. И главный режиссер сказал, что чем интереснее вы о ней скажете, чем меньше банальных вещаний будет, тем больше вспомнится. Я сказал, я начал с того, что если вы хотите зарегистрировать брак в какой-нибудь стране, не посещая ее, тогда я тот, кто вам нужен. Ведь командир воздушного судна во время полета может это сделать. Финал конкурса проходил в древнем городе Херсонесе. Ребятам больше всего запомнился не шум и суета конкурса, а атмосфера, место проведения. У нас вообще финальный конкурс, финальный этап проходил в Херсонесе, чудесном месте, просто историческом месте. На берегу моря у нас находилась открытая площадка. С одной стороны море, а сама сцена находится среди древних руин. Херсонес – древний город. И оттуда началась Россия, Русь. Там ее крестили, князь Владимир, в 1988 году. И мы ходили, нам показывали экскурсию. И сложно остаться равнодушным к этому месту, к этому месту силы. Наши студенты выложились на 100%. В творческом номере Николай вышел на сцену с монологом о том, как один студент смог перевести с небюджетного места на бюджет. Поэтому герой – это лично он. Зал был в восторге, да и жюри тоже. Благодаря своему упорству, находчивости и труду наших ребят заметили на всероссийском конкурсе. И в доказательство этому титулы, которые они привезли. Дина стала мисс Грацией, а Николай получил мистер-спорт. И самое главное, он стал вице-мистер студенчества России 2018 года. Дина и Николай благодарны организаторам конкурса. В первую очередь это Российский союз молодежи. А также хотят сказать спасибо своим университетам за возможность участия в таком конкурсе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин